МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети с ограниченными возможностями по здоровью отпраздновали День защиты детей. Ради футбола почти готов на все. Творовые команды определяют лучшего в мини-футболе. Я стал повзрослее, поэтому поинтереснее стал играть. А город маленький, красивый, мне все нравятся, площадки хорошие. Десногорске стартовал баскетбольный марафон. 3 июня закончилось предварительное голосование «Единой России». В Десногорске работало три избирательных участка. Предварительное голосование проходит по самой открытой первой модели, благодаря которой избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Именно из лидеров предварительного голосования, тех, кому доверяют жители нашей области, партия будет формировать список кандидатов для выдвижения на выборы в региональный парламент. Также в этом году «Единая Россия» применила новый вид голосования – электронный. С 30 мая по 1 июня у граждан была возможность проголосовать, не выходя из дома. По нашему округу номер 15 были заявлены семь человек. Праймерис, в первую очередь, он позволяет выявить сильнейших и уважаемых людей. У нас много достойных кандидатов. Все кандидаты в этот раз, за исключением Михаила Васильевича Лосенко, они беспартийные. То есть они не представляют ни одно политическое объединение. Выборы проводятся за счет политической партии «Единая Россия». То есть здесь нет ни бюджетных средств, ни местного бюджета, ни областного бюджета. Поэтому как бы эта нагрузка ложится непосредственно на партию. В Смоленской области на 8 часов вечера предварительная явка составила около 9,09%. В числе проголосовавших – чуть более 70 тысяч человек. Окончательные результаты будут объявлены позже. Впервые за 10 лет бюджет региона исполнен с профицитом. Об этом заявил губернатор Алексей Островский, который выступил перед депутатами Смоленской областной думы с отчетом за 2017 год. В прошлом году доходы областного бюджета составили более 38 миллиардов рублей. По сравнению с 2016 годом данная цифра увеличилась на 360 миллионов рублей или на 1,2%. Расходы регионального бюджета за 2017 год превысили 37 миллиардов рублей, сохранив при этом социальную направленность. Смоленская область, несмотря на существующие трудности, продолжает развиваться по всем основным направлениям, отметил губернатор. В фокусе особого внимания – поддержка малого и среднего бизнеса, продвижение смоленской продукции на внешние рынки, привлечение инвестиций. Смоленщина второй год подряд удерживает высокую 31-ю строчку в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Десногорская городская организация общества инвалидов проводит нужную и важную работу по социальной адаптации детей. Всевозможные акции, мастер-классы, праздничные мероприятия, спортивные соревнования – все это для тех, кто больше всего нуждается в поддержке. И 1 июня в День защиты детей Десногорская организация общества инвалидов совместно с воспитанниками детского дома творчества подарили ребятам незабываемый вечер. Около детского дома творчества ребята собрались поучаствовать во всеобщем празднике. Игры, песни, танцы, конкурсы – все это было для них. На мероприятии были и почетные гости – координатор Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов, депутат Смоленского городского совета Ирина Кожанова и начальник отдела социальной защиты Десногорска Злата Бриллиантова. Мы вам желаем солнца, в ваших улыбках, в вашей душе, хорошего настроения. Мы надеемся, что сегодня будет замечательный для вас праздник, и вы не будете хмуриться, а будете принимать активное участие в этом празднике. И уйдете отсюда, конечно же, с подарками и с хорошим настроением. Партия ЛДПР стала спонсором подарков. 28 мальчиков и девочек получили сладости, канцелярские принадлежности, а также сувениры с символикой партии. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это напоминание обществу о необходимости защищать права человека, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. А сейчас о культурной жизни нашего города. 28 мая в городском центре «Досуга» прошел детский концерт с участием коллективов «Каприз», «Калибри» и «Форсаж». Свободных мест в зале не было, зрители бурными аплодисментами встречали и провожали выступающих. Номера были очень яркие и трогательные, и никого не оставили равнодушным. А 1 июня вечером на городской эстраде прошел концерт «Яркие краски детства». Десногорцы смогли насладиться выступлениями, дети приняли участие в эстафетах и конкурсах. Праздник 1 июня получился очень ярким и запоминающимся. А сейчас о спортивной жизни нашего города. Традиционно 1 июня в Десногорске стартовал открытый турнир по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч» на призы Смоленской АЭС. Подробности смотрите далее. На протяжении нескольких лет при поддержке профсоюзного комитета Смоленской станции проходят соревнования между командами-любителями. В них может принять участие любой желающий. Главное – собрать друзей-единомышленников. В этот раз за лидерство на футбольном поле 4-го микрорайона сражаются 12 команд в трех возрастных категориях – 10-11, 12-13 и 14-15 лет. По мнению главного судьи Николая Шабурова, игры обещают быть интересными, а борьба – бескомпромиссной. Это для них праздник, радость, большая радость. У них горят глаза, ну и нам приятно с ними этим заниматься, дарить им этот праздник. Сами ребята действительно в восторге от возможности погонять мяч не просто во дворе, а поучаствовать в городских соревнованиях. Ради футбола почти готов на все, потому что поиграть хочется, это к тому же спорт, а спорт – это очень полезное занятие. У нас очень хорошая команда, как я считаю. Мы решили попробовать свои силы в этом соревновании и вот пока что неплохо получается. Уже позади несколько соревновательных дней. И хотя играют непрофессионалы, футбольные баталии проходят жарко и насыщенно. Поболеть за команды юных футболистов десногорцы могут ежедневно, кроме выходных, до 14 июня. Игры проходят на спортивной площадке за зданием реабилитационного центра. Начало игр в 11.00. О результатах турнира вы сможете узнать из наших следующих информационных выпусков. 1 июня в День защиты детей в Десногорске при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», концерна «Росэнергоатом», областной федерации баскетбола «Смоленская АЭС» и Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом» открылся первый тур чемпионата Смоленской области «Планета баскетбола «Оранжевый атом 3х3». Турнир собрал более 30 команд девушек и юношей со всей области, порядка 150 человек. Стоит отметить, что баскетбольный проект, который реализуется на территории региона уже второй год, направлен на развитие массовой детской физической культуры, что, по мнению всех участников и организаторов, является одним из важнейших факторов развития молодого поколения. Такие мероприятия очень важны, и не только баскетбол. Все виды спорта, все, что нашим детям позволяет становиться сильными, здоровыми, смелыми, они должны заниматься. И очень приятно, что мы в нашем регионе проводим достаточно большое количество таких мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта. И привлекаем по максимуму всех детей Смоленской области к занятию спортом. В нашем городе много делается для развития спорта и, в частности, баскетбола. Построены новые современные площадки, уникальные, единственные в Смоленской области, оборудованные по последнему слову. Но, как считает генеральный директор Смоленской АЭС-сервис Эдуард Синовоз, на этом нельзя останавливаться. Детский спорт – это формирование нашего будущего поколения, здорового поколения, сильного поколения. Необходимо, чтобы буквально все дети были вовлечены в это движение. Поэтому надо прикладывать все усилия и работать в этом направлении все время. Сами баскетболисты высоко оценили как наш город, так и площадки, на которых играли в этот день. «Надеетесь на победу?» «Первое, второе место в степени. Вам нравится Деснокорск? Нравится ли вам участвовать в подобных соревнованиях?» «Город красивый, соревнования тоже неплохие». «Здесь на каждом шагу баскетбольные площадки, поэтому он развитый город». Юные спортсмены – уже почти профессионалы своего дела. Они мастерски работают с мячом, обводки, дриблинг, пассы и голы – привычные движения и термины. Все они уже не один год занимаются баскетболом. «Я стал повзрослее, поэтому поинтереснее стал играть. А город маленький, красивый, мне все нравятся, площадки хорошие». На трибунах в этот день ребят поддерживали не только друзья, но и противники по турниру. Конечно же, самые ярые болельщики – это мамы. «Конечно, каждый родитель заинтересован, чтобы его ребенок занимался каким-то спортом. И очень хорошо, если этот спорт будет любимый. И как-то, может быть, в дальнейшем с жизнью связан. Но все равно в любом случае он в жизни как-то будет помогать». «Как вы думаете, наши победят?» «Надеемся, надеемся, хочется». По окончании игр Десногорскую команду мальчишек и девчонок наградили за победу в суперфинале школьного баскетбольного чемпионата в формате 4х4, который проходил в Смоленске 21 мая. Также были вручены благодарственные письма за пропаганду здорового образа жизни волонтерам Центра культуры и молодежной политики, учителям физической культуры школ и дошкольных учреждений, руководителям предприятий и организаций города. В 2017 году соревнования собрали более полутора тысяч смоленских детей. В 2018-м, по словам президента Федерации баскетбола Смоленской области Сергея Фомина, участников баскетбольного марафона должно стать еще больше. Всего в состязаниях формата 3х3 примут участие 27 муниципальных образований области. Команды будут бороться за звание лучшей на протяжении всего лета. Завершится чемпионат галлофиналом в сентябре, который пройдет на Десногорской земле. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня с этими и другими событиями. Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!